Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона актёр Костя Суханов. Мы вместе с вами, то есть я при вашей непосредственной поддержке, продолжаем находить очень эксклюзивную литературу. Сегодня передо мной книга автора Дмитрия Торопова. Сегодня он уже взрослый мужчина и, как говорится, человек с ограниченными возможностями. Он инвалид по зрению, а проще говоря, слепой. Тем не менее, его возможности как писателя не ограничены. И он дал мне эту свою книгу, книгу воспоминания, с тем, чтобы я мог познакомить вас с той правдой, которая происходит за заборами. В данном конкретном случае интерната для слепых. Это аудиокнига. Она по стилю напоминает чем-то нашумевший сериал «Слово пацана». Только вот здесь всё правда и как оно было. Время действия книги. Непростые для страны 90-е годы. Сколько лет сейчас автору посчитать несложно. Люди называют этот интернат БШД, что расшифровывается как «Болшевская школа дураков». Официальное же название – «Интернат для слепых и слабовидящих детей». Сразу же предупреждаю, что здесь присутствует ненормативная лексика. Слабонервных и беременных также просим не слушать. В книге описана настоящая голая правда от человека, который всё это пережил. И описана она именно теми словами, как он тогда думал, как он это всё видел. Сегодня я прочту вам первый рассказ из этой книги, и только от вас, от ваших комментариев будет зависеть, будет ли у неё продолжение. Я напомню, что эта аудиокнига, если и выйдет целиком, то только при вашей поддержке, в том числе и финансовой. Но для того, чтобы её вообще увидели, нужно, чтобы вы ставили свои реакции. Лайки, дизлайки, конечно же, комментарии. Если уж будут нажаты кнопки поделиться, то это тоже много что значит. Сегодня мы узнаем, как Дмитрий попал в интернат, и как начинался этот его путь. Приятного прослушивания. Не забывайте реагировать. Поехали. Дмитрий Торопов. БШД. Болшевская школа дураков. Пролог. Шестой класс. Восемнадцатое мая. Четверг. Я захожу в школьные ворота и иду по беговой дорожке в школу. На мне тёмно-синяя бейсболка с серо-белым козырьком, которую я купил на собственные деньги, которые заработал три недели назад, заправляя на бензоколонке машины с Гришей и Лёхой, при этом прогуляв с ними же уроки труда. Бейсболка на мне крутая. На верхней части козырька написаны иностранные рэп-группы, типа Асти, Оникс, К7, ну и так далее. А на нижней нарисован Орёл. Это мне её чёрным маркером разрисовал Дима Марадонна, который живёт вместе со мной в военном городке. А ещё у козырька с левой стороны висят два колечка. Это обозначает, что я отпиздил двоих металистов или панков. На мне также круглые солнцезащитные очки, как у кота Базилио из Буратины, длинная чёрная футболка на выпуск с рисунком Орла и джинсовая синяя безрукавка, а также потёртые зелёные джинсы. Правда, всю картину портят облезлые кроссовки. И сколько я не прошу родителей, чтобы они мне купили кроссовки на большой подошве, с большим языком, в ответ слышу, что нет денег. Но в целом мой прикид вполне соответствует моде. Я типа настоящий рэпер. Со мной также по беговой дорожке идут те, кто учится во вторую смену. Чёрно-жёлтый рюкзак у меня небряжно висит на одном плече. Я останавливаюсь и скидываю его на асфальт и смотрю на небо. И на нём видны в ярко-солнечных лучах несколько прозрачных облачков. Я снимаю с головы бейсболку и запихиваю её вместе с очками в рюкзак. Это я делаю каждый раз перед школой, чтобы меня не обул кто-нибудь из старшеклассников. Хотя, если это случится, то можно обратиться к Грише, потому что у него старший брат, Миша, учится в девятом классе и имеет авторитет даже среди одиннадцатиклассников. Но, как говорится, бережённого Бог бережёт, да и лишние проблемы мне ни к чему. Я сплёвываю под ноги и снова шагаю к школе. Мне навстречу бежит моя одноклассница Валька. И я тут же замечаю, что на ней одеты обычные очки. Нихера себе, думаю я, чьи-то она их нацепила. Я ору ей в лицо. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Она останавливается и тяжело дыша смотрит на меня несколько секунд, а у меня за это время снова проносится в голове образ кукушкиной Зои из фильма «Приключения электроника». Она всё время там пихала свой нос в чужие дела, стучала и была редкостной занозой. Ну, прям в точь-точь, как Валька. Они даже внешне друг на друга похожи. «Дурак!» — кричит она мне в ответ и срывается с места. Я ржу в голос и вместо того, чтобы сразу же зайти в школу, направляюсь за её угол, где стоит толпа из разных классов и курит. На многих бейсболки, круглые чёрные очки, футболки на выпуск и красные рэперские рубахи в квадрат. Тоже, соответственно, на выпуск. У некоторых висят на цепочке рэперские значки. Среди них я вижу своих одноклассников второгодок — Гришу и Лёху. Гриша разодет по рэперской моде, с симпатичным лицом и свьющимися на голове светло-русыми волосами. Лёха же сплошная ему противоположность. На нём какие-то серые джинсы, больше его в два раза, непонятного цвета свитер и древые кроссовки. У Гриши мать, насколько я знаю, занимается челночеством и мотается за границу за шмотками. А у Лёхи и батя алкаш, и мать, по-моему, тоже подбухивает. После обычных приветствий Гриша говорит мне, «А мне вчера от англичанки из Америки письмо пришло». У меня тут же перед глазами проносится картина. Я, Лёха и Гриша стоим на остановке и курим. На улице февральский вечер, мимо проносятся машины, и все обочины засыпаны грязным снегом. Ребята, вам ещё не рано курить? Мы оборачиваемся, перед нами стоит наша училка по английскому языку. Она одета в синие джинсы, которые заправлены в чёрные сапожки на каблуках, белый пуховик, а из подвязанной шапочки выбиваются чёрные локоны, которые не спадают до плеч. В белёсом свете фонарей она, мне кажется, очень красивой. Да и она на самом деле очень красивая в её девятнадцать лет. Мы ей отвечаем, что не рано, а она в ответ смеётся, и у нас с ней завязывается разговор. Короче говоря, хуё-моё, таганка два, как говорит Лёха. Мы втроём идём её провожать до дому, в другой микрорайон, и она нас приглашает в гости. А в гостях она говорит, что вчера у неё был день рождения, после чего мы пьём чай и сжираем у неё остатки торта. Потом ещё около часа сидим в большой комнате с ней, с её мамой. С разговорами узнаём, потому что она через неделю увольняется из школы и улетает по обмену в Соединённые Штаты Америки, потому что у них в университете есть такая программа. «Американцы будут учиться у нас, а не у них». «Так что?» говорит она. «Через две недели у меня самолёт, и если хотите, то можете меня проводить». Мы дружно киваем головой, что «да, обязательно её проводим до аэропорта, но в назначенный день, там, где мы договорились встретиться с Гришей, я не приехал, чтобы поехать её провожать. Мне было просто влом, вообще влом куда-то ехать. А со слов Гриши, он, в отличие от нас, мудаков, то бишь меня и Лёхи, её проводил и даже нажрался с ней в аэропорту шампанского. Я пытаюсь вспомнить её лицо, но нет, так и не могу. В моей памяти только синие джинсы, белый пуховик и чёрные локоны. И то, что она очень красивая, это точно. Не зря я на неё драчил седину унитаза дома. «Не пизди!» говорю я Грише на его заявление о письме. Он резко пробивает меня в грудак. «Кто пиздит-то? Я тебе говорю, шабаш! Написала!» И он снова бьёт меня. Но я уворачиваюсь, кулак проходит скользом по плечу. «Ну, покажи!» Он несколько секунд глядит на меня и сплёвывает. «После уроков пойдём ко мне, я тебе его вынесу. За то, что ты мне не веришь, я тебя въебу». «Угу», неуверенно мычу я. «А про себя думаю? Да пошёл ты нахуй, козёл!» Мы докуриваем и, бросив бычки в лужу, идём на первый урок. После звонка дверь нам открывает Татьяна Александровна, она же алгебраичка. Ей на вид лет двадцать восемь, на ней круглые очки, а по бокам вечно строгого лица свисают жёлтые кукольные кудряшки. Сегодня на ней белая блузка, но самое главное не штаны, а чёрная юбка. Это значит, что практически все парни моего класса сейчас на уроке будут ронять ручки с карандашами, а нагнувшись за ними, будут смотреть ей между ног и обсуждать на перемене, какие на ней цветом трусы. Мы толпой заходим в класс и все рассаживаются по своим партам. На всех остальных уроках я обычно сижу с Веркой, а вот на алгебре со мной сидит Лерка Соколова. Почему и отчего это так получилось, я так и не понял. У неё тёмно-русые волосы и симпатичное лицо. Правда, вот рост там мелкий и характер противный. В том году, в декабре, когда у нас был классный огонёк, она при всех мне залепила пощечину за то, что я, когда с ней танцевал медляк, положил ей руки не на талию, а на задницу и ещё немного пощупал. Я хмуро смотрю на неё, а она на меня. Привет, говорит она мне. Привет, Лер. Бурчу я в ответ и начинаю доставать учебник и тетрадку с ручкой. На первом ряду от двери сидит Гриша с Ольгой Орловой, это лучшая подруга Лерки, такая же мелкая, но со светлыми волосами. Гриша демонстративно пытается пощупать у неё плоскую грудь, работая на публику. Ольга вяжет и бьёт его учебником по голове. Класс тут же начинает ржать. Ну, хватит, орёт Татьяна Александровна. Класс затихает и начинается урок. Я лениво расчёсываю руками густую пепеленную чёлку на две стороны, потому что у меня прическа, называется шапочка, а это значит чёлка с двух сторон. Наконец, открываю тетрадку с домашним заданием, которая, уже идя вдоль парт, начинает проверять очкастая Танька. После проверки она нам объясняет новую тему и мы начинаем решать примеры. Я замечаю, что нет-нет, а у кого-нибудь из пацанов падает с парты карандаш или ручка, и он тут же нагибается. Я также, раняя свою ручку на полу, нагибаюсь за ней, смотрю на первый ряд от окна, где сидит за учительским столом алгебраичка. На ноги у неё плотно сжатый, чёрная юбка натянута до самых колен. М-да, не повезло. Думаю я и смотрю на Лерку. Она выпросительно смотрит на меня, а то молча подвигает ко мне свою тетрадку и я начинаю списывать. Хотя про себя думаю. Да и я у тебя не списать, просил, а ноги под портой полопать. Ещё через минут пятнадцать звонит звонок на перемену и Танька нам задаёт домашнее задание и добавляет. «Значит так, сегодня после шестого урока весь ваш класс. Приходите ко мне на дополнительный урок». У-у-у, мочит класс. Не дай бог кто-то не придет, добавляет она и оглядывает нас сквозь очки. Вот сука. Думаю, я и выхожу из класса. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Она чем-то неуловимо напоминает куклу Барби. У нее под глазами виден уже начинающий сходить желтый бланш. О, шабаш, твоя невеста идет, говорит Леха, и они с Гришей начинают ржать. Пошел ты. Огрызаюсь я и прохожу мимо этой малолетки и, косясь на нее, ускоряю шаг. И думаю про себя. А кто это все-таки стуканул на меня неделю назад? А неделю назад я, Гриша, Леха и еще Саня сбегали с четвертого этажа на третий во время второго урока, в котором у нас было окно. И я, не заметив эту мелкую куклу Барби, с размаху налетел на нее. Она безмолвно проехала по ступеням вниз и уставилась на меня, схватившись за глаз. Я же в ответ пожал плечами и дальше побежал вниз. А наутро, когда зашел в вестибюль школы, то увидел, как Гриша, Леха и Саня о чем-то разговаривают с Заучем. И Саня, при этом увидев меня, начал снизу из-под тяжка махать мне кисти руки. Я ничего не понимая, прошел мимо них, как меня тут же по фамилии окликнул Зауч. А подойдя к ним, я узнал, что я такая скотина и чуть ли не сбил насмерть ребенка. Короче говоря, мне пришлось писать объяснительную по этому происшествию. А в кабинете директора еще и извинялся перед этой маленькой куклой Барби. Мол, извини, я случайно. А на мой вопрос, кто меня из троих сдал и вообще откуда узнали, что это именно мы сбегали по лестнице, все в ответ пожали плечами, а Саня в ответ добавил. Я ж тебе рукой махал, чтоб ты линял из школы. Так что теперь, как я эту Барби встречаю с пацанами в школе, они прикалываются надо мной, что это моя невеста. Мы втроем заходим в туалет на втором этаже. Там уже стоит Миша со своими одноклассниками и с парнями из параллельных классов. Они все курят, а мы тоже закуриваем. Гриша тут же начинает доебываться до толстого чернявого парня, при этом стукая его кулаком в живот. Все смеются. Толстый че-то бурчит, но Гришу не трогает. Хотя, на мой взгляд, он бы его с двух ударов мог бы уложить. Но он боится Мишу и поэтому терпит. Дверь в туалет снова открывается и заходит Илюха Заяц. Со второго по шестой класс мы с ним учились вместе, пока нас не расформировали и не перемешали по другим разным классам. Да к тому же мы с Зайцем живем в одном военном городке, и, можно сказать, приятельствуем с детства. В младших классах мы с ним постоянно дрались, и его мама звонила моей и жаловалась. А на следующее утро, идя в школу, мы с Илюхой уже мирились, и он, на сворованные у родителей деньги, покупал сигареты, которые мы курили, сидя в каком-нибудь подъезде, прогуливая уроки. А в том году летом мы с ним вообще пиздились на крыше пятиэтажки, где я сев на него и схватив его за руки натерых об гудрон, которым была покрыта крыша. Когда он заревел и скинул меня с себя, я еще минуты три боролся с ним и пытался скинуть его с крыши. Только вот парапет помешал. Короче, после этой драки я был в очередной раз наказан родителями и просидел дома аж две недели. Он здоровается со мной и с Лехой за руку. Потом закуривает и, как и я, начинает подпирать спиной дверь в кабинку. «У тебя сейчас какой урок?» — интересуется он у меня. Я смотрю на Зайца. У него всколокоченные черные волосы и светло-голубые глаза на овальной роже. И одет он тоже как-то неопрятно. Какой-то желтый-коричневый свитер и замызганные синие джинсы. «Изу!» — отвечаю я ему и глубоко затягиваюсь. «А у меня литература. Короче, давай прогуляем». «Не, не могу, — укривлюсь я. У меня потом дополнительный по алгебре будет. Она аж сам знаешь, какая сука». «Тань-то да!» — кивает он головой. «Ну, как знаешь. А я тогда домой поехал». Дверь в туалет снова открывается, и заходит наш учитель по рисованию, ветеран Великой Отечественной войны Коширин. Он невысокого роста и худощав, лицо у него все изборождено морщинами. На голове седые редкие белые волосы, как у отцветшего одуванчика еб. Чем-то неуловимо, чертами лица. Он мне напоминает моего дедушку. Но у моего дедушки практически нет седых волос, да и морщин в сто раз меньше. Коширин одет в видавший виды пиджак, в рубашку без галстука и в такие же, как и пиджак-штаны. Но чисто, аккуратно, да и ботинки на нем сверкают. В начале февраля этого года наши классы по очереди водили в актовый зал, а там по стенам были развешаны его картины. Какие-то цветы в вазах, еще какая-то хрень. Но больше всего мне запомнилось две картины. На первой была изображена толстая некрасивая пожилая женщина, сидящая за столом с какими-то желтовато-красными щеками. И как нам пояснила зауч, которая вела экскурсию, это была его покойная жена. А на второй картине изображался бой с фашистами. Они в касках и с автоматами лезли в наш окоп. А из-за копа наши бойца отбивали их атаку. Особенно выделялся русский командир с окровавленным бинтом на голове, держащий в замахе гранату. Коширин оглядывает нас и старческим голосом спрашивает. «Так вы тут что, курите, да?» Все при его появлении тут же прячут сигареты в горсть руки или в рукав джинсовок. «Нет», — отвечаем мы все хором. «А вы знаете, что в стенах школы запрещено курить?» «Вам же сказали, что мы не курим!» Злым голосом говорит ему Миша, брат Гриши. Коширин снова нас оглядывает выцветшими глазами, подходят ко мне и Илюхе, и Лехе. «Вам еще не рановато курить?» — спрашивает он у нас. «Не-а!» — лыбится Леха. «А мы не курим!» — отвечаю я. Заяц же в ответ молчит. «Вы, кажется, оба с Алабишева?» Он вопросительно глядит на меня с Зайцем. «Не!» — отвечаю я. «Мы с военки, а у меня у Алабишева дача!» — борчит Илюха. «А у тебя на какой улице дом стоит?» — продолжает Коширин. Заяц называет улицу и номер дома. «А это не твой дедушка в сорок первом году врачом был?» И Коширин при этом называет какие-то цифры военной части. «Не дедушка, а прадедушка!» — говорит Заяц и добавляет. «Ну да, он под Москвой воевал, как и вы!» «Ну да, ну да!» — кивает белой головой ветеран. «А ты знаешь, что мы с твоим дедушкой дружили?» «Ну да, знаю, а он мне рассказывал про вас. Снова был внедзаяц». «А теперь вы все бросаете сигареты и идите из туалета». В очередной раз оглядывает нас выцветшими глазами ветеран. «А мы все пист хотим!» — с наглостью говорит Гриша и открывает дверь в соседнюю кабинку. Тут же со всех сторон начали раздаваться смешки. «А я вам сказал, немедленно покиньте помещение. При этих словах Коширин поворачивается к нам спиной. «За лопоти, наворотник!» — шепотом говорит Заяц, и нагнувшись, беззвучно плюет ветерану на спину. «Что?» — Коширин резко оборачивается и смотрит на Илюху. «Да и ничего!» — нагло улыбается Заяц. И, достав руку с сигаретой, из-за спины затягивается. А потом демонстративно идет в соседнюю кабинку и выбрасывает бычок. Все остальные уже тоже увидели, что сделал Илюха и начинает хихикать. «Когда я встречу твою маму, я ей про тебя все расскажу, что ты в таком вот возрасте уже начал курить!» — говорит Коширин и под улыбки из мешки выходят из туалета. «Пошел ты нахуй!» — так же шепотом говорит Заяц и закуривает новую сигарету. «Я смотрю на свою сигарету, которую спрятал в горсти. Она практически вся истлела. Делаю еще пару затяг и, бросив ее в унитаз, выхожу следом за Коширином. Смотрю на его спину, где чуть-чуть ниже шеи по пиджаку тянется белая слюня. А он тем временем здоровается с рыжей учительницей лет 26. Она преподает то ли физику, то ли химию в старших классах. Она с ним тоже здоровается, широко улыбнувшись. А потом, стоящие рядом с ней парни из седьмого класса, что-то ей говорят и, смеясь, тычут Коширину в спину. Я смотрю на нее и вижу, как она поворачивает голову, и ее лицо в конопушках брезгливо кривится. Она молчит и не окликает ветерана. Да и все присутствующие из старших и младших классов тоже молчат. Только хихикают и глядят в спину уходящего Коширина. А у него по пиджаку растекается белесая слюня. Мне почему-то от этого становится как-то гадостно и противно. Но я, как и все, тоже улыбаюсь и, взяв с подоконника рюкзак, направляюсь вслед за Кошириной в коридор. Наконец-то заканчивается шестой урок, и наш весь класс направляется в конец коридора к кабинету Алги Браички. Со звонком она открывает дверь и, поправив очки, говорит нам, «Сегодня дополнительного занятия не будет, но на следующей неделе обязательно, так что все свободны». Некоторые начинают орать «Ура!», и многие с воем бегут к лестнице на первый этаж. Я стою на остановке и ем банановое мороженое в вафельном стаканчике. Еще осенью Леха нас с Гришей научил, как можно немного подзаработать денег. Кто-нибудь в дверях стоит на шухере, а все остальные шарятся по карманам в школьной раздевалке. Сегодня я заработал себе на пачку сигарет и мороженое. А еще зимой мы пиздили пуховики и продавали их барыгам на рынке. Я, Леха и Гриша уходили с последних уроков. Мы с Гришей одевались и выходили на улицу, вынося в пакете или рюкзаке Лехину куртку. А Леха тем временем одевал чужую и выходил следом за нами. Иногда мы менялись ролями, но в целом так оно все и проходило. Я разглядываю прохожих и прицениваюсь к их шмоткам. Такая привычка у меня появилась после ворованных пуховиков. Я замечаю, как за остановкой по тротуару идет баба с коляской, а рядом с ней алгебраичка Танька, только без своих очков. Они о чем-то разговаривают, смеются, и Танька, как и я, ест мороженое. Она глядит на меня подцелеповато прищурив глаза и делает вид, что не узнает. Я от нее тоже отворачиваюсь и смотрю, как подъезжает мой автобус. И тут вспоминаю, что забыл пойти вместе с Гришей к нему домой, чтобы увидеть письмо от англичанки. И вот думаю про себя, залезая в автобус. Да все равно нет никакого письма, напиздил он все. Если бы оно было, то он бы его в школу принес и всем бы хвастался. А так только понты гоняет. Я иду по военному городку, уже успев нацепить бейсболку с очками. Меня возле клуба встречает Игорь Ляхин. Он ниже меня ростом, одет в черные классические джинсы, плетеные коричневые ботинки и в джинсовку, под которой виднеется футболка. Он учится в Алабушевской школе на пару классов старше меня. Еще год назад он жил в моем подъезде, только от меня на этаж ниже. Потом его батя военврач получил квартиру в Зеленограде, в 14-м микрорайоне. Но гулять Игорь приезжает на военку, потому что друзей у него на новом месте нет. «Алло!» — восклицает он. «Привет, Шабаш!» «Привет!» — отвечаю я, и мы жмем друг другу руки. «Короче, Шабаш!» — говорит он мне, идя рядом. «Сейчас Женька решето выйдет. Пошли с нами на первый отдел. Там позрываем опять чать». Я смотрю на рыжего Ляхина, на его лицовка на пушках и говорю. «Ладно, пошли, только сейчас ко мне зайдем. Я рюкзак скину. Заодно мафон возьмем. Я батарейки новые поставил». «О, давай!» — соглашается он. У меня дома мы с Ляхиным скидываем кроссовки, и я прохожу к себе в комнату. Швыряю рюкзак на свой диван и иду на кухню, где уже сидит Игорь. «Дай что-нибудь пожрать!» — говорит он. Я в холодильнике нахожу творожную массу. Мы ее моментом сжираем, разговариваем о школьных делах и ржем. Потом одеваемся, и уже на выходе из дома я вспоминаю, что забыл взять с собой свой магнитофон-электронику. И, бросив Ляхину, чтоб подождал в подъезде, захожу обратно домой. Прохожу, не раздеваясь, к себе в комнату и включая мафон. Оттуда раздается рэп-группы Кассеин. И тут из ниоткуда у меня в голове всплывают слова мамы. «Если уже вышел из квартиры, а в ней что-то забыл, вернись, поздоровайся с зеркалом, а уходя с ним попрощайся». Я смеюсь, подхожу к зеркалу в прихожей и про себя говорю своему отражению «Привет!». И, продолжая смеяться, смотрю на симпатичное лицо, на пепельную густую челку, расчесанную надвое, губы бантиком и голубые глаза. «Ну ладно, пока!» Также про себя произношу и выхожу на лестничную клетку, где уже стоит Ляхин. На улице мы встречаем Решетон. Он с меня ростом, плотного телосложения, с незапоминающимися чертами лица. Одет в поношенные джинсы с заплатами на коленях, в развалившиеся кроссовки и серую рубаху. Он стоит на углу дома, и мы идем на территорию, а точнее на первый отдел. Почему они называют его территорией, я не знаю. Но еще года два назад там ходили патрули, охраняли, гоняя нас. А поскольку офицерам нихрена не платили зарплату, те понемногу стали увольняться, и патрули исчезли. Все эти территории разделены на отделы. Есть пятый, второй и так далее. На каждом из этих отделов стоит рукотворный холм. А под ним, на этаже десять, под землю, всякие помещения. Пару раз я был под одним из таких холмов. Спускался на несколько этажей вниз с приятелем и с его отцом, который был дежурным. Все стены там и пол обшиты резиной. Это для того, чтобы если военнослужащий создаст статическое электричество, аппаратуре, которое там находится, не произошло замыкания. Короче, все эти отделы работают на дальнюю связь с нашими подлодками. А месяц назад, шляясь толпой по всем территориям, мы на первом отделе сломали замок на складе. А в нем нашли противогазный баллон и еще всякую херь. Если пробить этот баллон, то из него высыпались желтые камни, которые как порох резко вспыхивали и ярко горели, превращаясь в кипящую лужу. Мы втроем перелезаем через забор и сразу же направляемся на первый отдел. Отойдя до него, заходим на склад. От нечего делать, начинаем скидывать с пола кармейские ящики с баллонами. Решетон неожиданно говорит. «О, смотрите, пацаны, я серебрянку нашел!» Я смотрю на него и вижу в его руках бутылку из-под водки, которая наполовину наполнена серебристым порошком. Мы берем с собой пару противогазных баллонов и через дорогу идем в лес. Мы садимся на какие-то железные ящики, из которых торчат провода, платы, еще какая-то электроника и закуриваем. Теплый майский ветер колышет ветки сосен. Под их стволами валяются каркасы какой-то электроники. Тут вообще каждый отдел окружен небольшим лесом, и все эти лесопосадки засраны какими-то проводами, электрическими блоками и каркасами. Из пакета, на котором изображена голая девка, орет Маффон. Негр из группы К-7 поет о каком-то бэйби, еще какую-то лабуду. «О, бомбочка!» — восклицает Ляхин. Он подбегает к краю ямы, на дне которой грязная вода, и приносит хрень, у которой корпус похож на гранату. Мы уже такие взрывали, и я знаю, что сверху у нее откручивается крышка с отверстием. А это отверстие прикрывает резинка. В гранату наливается вода. Потом надо быстро закрутить крышку и кинуть от себя, потому что там происходит какая-то химическая реакция, и граната начинает нагреваться. А потом резинка в крышке с хлопком вылетает. «Смотри!» — показывает он ее нам. «Резинка еще на месте. Давай попробуем взорвать!» «Давай!» — соглашаемся мы с решето. Я беру у него гранату из рук и, открутив крышку, подхожу к краю ямы, набираю в нее воду. Потом быстро завинчиваю и кидаю ее в сторону. Через секунд двадцать мы видим, как резинка на крышке начинает надуваться пузырелым. «А-а-а!» — кричит Ляхин. «Сотрите, сотрите, пацаны!» Но хлопка не происходит, потому что резинка сдувается и уходит обратно в отверстие крышки. «Да!» — Ляхин называет меня по имени. «Ну и везет же тебе на взрывы! Че ты не сделаешь, у тебя все получается!» «Ага!» — подтверждает решето и предлагает. «А давайте из баллона эти камни насыпем в бутылку и подожжем!» Он показывает бутылку с серебрянкой. «Давай!» — соглашаемся мы с Ляхином и принимаемся за работу. Когда все готово, как-то не сговариваясь, кто будет взрывать, я беру бутылку из рук Ляхина и ставлю возле сосны. Ляхин же с решето отбегает в стороны и смотрит на меня. Я закуриваю сигарету и от ее кончика поджигаю сухую соломинку. Потом подхожу к бутылке и сую в горлышко этот тлеющий фитиль. «Бля!» — думаю я. «Почему нет взрыва?» Я очухиваюсь, стоя на коленях, и чувствую, как на моем лице что-то пузырится и трещат волосы. Ко мне испуганно подбегает Ляхин, называет меня по имени. «Че с тобой? Че с тобой? Че с тобой?» — повторяет он. Я смотрю на его испуганное лицо и чувствую, как на меня накатывает боль. Потом все происходит, как во сне. Мы с Ляхиным бежим к пруду на первом отделе, при этом он поддерживает меня за руку. Лицо у меня, особенно глаза, горят и жжет больно. А сзади семениц пакетом, где мафа на решето. Мы с Ляхиным в три прыжка одолеваем маленькую горку, за которой берег пруда и пирс, и подбегаем к ступенькам, ведущим в воду. Он отпускает мою руку, а я спускаюсь по ступенькам к воде. Потом, упав на ступеньку коленями, начиная горстями нагребать воду, мыть лицо. И при каждом прикосновении моих ладоней, я чувствую, что кожа у меня какая-то склизкая, и эта слизь почему-то никак не смывается. «Блядь, чё у вас там случилось?» — спрашивают несколько мужиков, которые недалеко от пирса ловят рыбу. Подходит ещё несколько человек, и, глядя на меня, почему-то спрашивают у Ляхина. «Чего с ним?» — и кто-то добавляет. «Чего вы там взорвали в лесу? Пламя выше верхушек сосен было!» Ляхин в каком-то нервном возбуждении начинает что-то невнятно тараторить. Решетов ответ лишь испуганно молчит, хлопает глазами. А я это успеваю заметить, когда поворачиваю лицо и смотрю от воды на берег. «Ёп твою мать!» — восклицает один из мужиков, глядя на моё лицо. «Тащите его, бегом, санчасть!» — на повышенных тонах начинает кричать другой. Они ещё что-то продолжают говорить нам вслед, а я как сквозь туман подымаюсь по ступеням наверх, и мы снова начинаем с Ляхиным бежать, уже в санчасть. Добежав до поворота на хоздвор, Ляхин тяжело дыша мне говорит. «Давай лучше через хоздвор, там быстрее будет!» «Давай!» — говорю. И чувствую всё сильнее боль и жжение на всём лице. Мы снова бежим, Ляхин, увидев матроса, который, видимо, живёт на хоздворе, и ухаживает за свиньими и лошадьми, и побежав к нему, кричит. «Матросик! Матросик! Давай запрягай лошадь с телегой, а то мы до санчасти не добежим!» «Ну, блядь, думаю, какая нахуй телега и лошадь! Он в этой телеге помои и с матросской столовой возит!» Матрос глядит на меня с охуевшим лицом и говорит. «Да я пока лошадь запрягу, вы уж добежите!» И мы снова начинаем бежать с Ляхиным и с Решито, сворачивая в карьер, за которым виден мой дом, и бежим по берегу. «Подожди!» — тяжело дыша, — говорю я Ляхином. «Мне надо лицо сполоснуть, а то жжет!» Ляхин в ответ что-то возбужденно тараторит, а я, не слушая его, спускаюсь к воде и, упав в нее коленями, начинаю мыть лицо. Но под руками такой же склизко, и эта слизь никак не смывается. Потом у меня провал в памяти, и мы снова бежим. Я смотрю на сочно-зеленую траву и сухие соломинки, торчащие из этой травы, и в голове моей начинает биться мысль. «Это я вижу в последний раз!» «Это я вижу в последний раз!» Я мысленно сплевываю через левое плечо и смотрю на прозрачное голубое небо, а в голове, как заезженная пластинка, повторяется одна фраза. «Это я вижу в последний раз!» Я набегу, смотрю на пыльную дорогу под ногами, и снова на сочную зеленую траву, которая купается в солнечном свете. И снова в голове бьется эта самая мысль. «Это я вижу в последний раз!» «Это я вижу в последний раз!» Мы пробегаем в автопарк, и у меня снова провал в памяти. И вот мы уже возле штаба, где расположена санчасть. Мы заходим туда, и снова провал. Я стою возле железной раковины с ледяной водой, промываю лицо. Рядом со мной стоит Ляхин, помогает мне. Я слышу, как медсестра вызывает скорую помощь, а потом выходит из кабинета и говорит Ляхину. «Вот, Игорь, я слышал, а ты, как и твой папа после школы, хочешь стать врачом. Так учись, потому что при кислотных ожогах надо промывать щелочем, а при щелочных – водой». Потом прибегает вызванный дежурной части. Я знаю, его зовут Димон, и он на старше лет на пятнадцать. Ляхин перестает мне помогать и подбегает к дежурному части и возбужденно тараторит. «Димон, Димон, смотри, что случилось!» Он еще что-то говорит, а я продолжаю ополаскивать лицо водой, и мне кажется, помогает медсестра. Потом приезжает скорая помощь, и я вижу, как сквозь пленку тетю Люду. У нее черные волосы по плечи, белый халат. Моя мать в свое время вместе с ней работала фельдшером на скорой помощи, пока не ушла в поликлинику. «Тетя Люда – это ее подруга. Она со своим мужем и дочерью на праздники приезжает к нам домой, или мы к ним с семьей в Крюково. Она подбегает ко мне и называет меня по имени. Потом задает вопрос. «Что случилось?» Рядом с ней стоит врач, также в белом халате. Он что-то говорит, осматривает мне лицо, потом что-то спрашивает у медсестры. «А я откуда знаю, чем ему лицо промывать?» – отвечает она ему. «Да камни, там желтые, из баллонов, сквозь слипшиеся губы, говорю я». Врач задает ей вопрос о камнях. «А я откуда знаю?» – снова отвечает она. «Из чего состоят эти камни? Может, из кислоты, а может, из щелочи?» Ляхин, как заведенный, снова начинает что-то тараторить. У меня то ли от страха, то ли от боли в лице, а то ли еще от чего-то начинается истерика. Тетя Люда и еще кто-то выводят меня из санчасти и помогают залезть в скорую помощь. Я сажусь на край носилок. Ляхин решит вас, стоят снизу и смотрят на меня. Она поворачивается к Ляхину и говорит. «Давай снимай джинсы, ботинки свои, его переодеть надо». А я вижу, как Ляхин начинает мяться. «Ты что, не слышишь, что ли?» – кричит она. «Он весь мокрый, ему в сухое переодеться надо». Я стягиваю из себя джинсы, кроссовки. Тетя Люда помогает мне одеть ляхины, штаны и ботинки. Потом я ложусь на носилки в скорой помощи, и машина трогается. Она садится у меня в голове, и с врачом они заматывают мне лицо и голову бинтом, что-то вкалывают в вену, как сквозь сон. Я слышу, что водила врубил сирену, и мы куда-то едем, едем. Иногда я слышу их отдельные фразы, и не до конца понимаю, что они говорят. «Федровскую давай, она самая ближайшая. Блядь, бедная Наташка. Видно, это про мою мать. И еще что-то обо мне. Скорая останавливается, и тетя Люда с врачом помогает мне вылезти из машины. «Все, мы приехали», – говорит мне врач. «Не волнуйся, все нормально будет». Мы заходим в больницу, и у меня снова провал в памяти. Потом я слышу, как врач, который меня вез, кому-то говорит. «У него ожоги лица и глаз. Срочно надо на операционный стол». Мне начинает снимать с лица бинт, и сквозь мутную пленку я вижу молодого мужика, лет 35-ти, в белом халате. Он глядит на меня и говорит. «Не, мы его не примем». И еще что-то. У меня снова начинается истерика. Я ору, я ребенок, вы не имеете права, вы обязаны мне помочь. А тетя Люда и врач, который приехал с ней, начинают кричать. «Вы чего тут в Москве? Совсем оборзели? Он же тяжелый. Мы будем жаловаться, писать на вас». И меня снова провал. «Давай в Морозовскую», — говорит врач-водили, когда мы снова оказываемся в скорой помощи. «Вообще охуели», — добавляет. «И еще чего-то говорят мне, успокаивающее такое. Я снова лежу на носилках с перевязанным лицом». «Козел», — вторит врачу тетя Люда. «Нихера вообще ничего делать не хотят». После этих слов у меня снова провал в памяти. Меня принимает детская Морозовская больница. Сквозь наркотический туман старенькая бабушка везет меня на лифте и причитает, глядя на меня. А там снова беспамятство. И я немного прихожу в себя. Я слышу, как в палату открывается дверь. Сквозь густую темно-прозрачную пленку я вижу, в дверях стоит отец с матерью. «Сережа!» — глядя на меня, восклицает мать и прижимается к бате. Он ее приобнимает и что-то говорит в ответ. Эти силуэты родителей были последние, что я видел в жизни. А потом начались операции, операции, операции. Из Морозовской я попал в институт имени Гермогольца. И снова операции, 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 на одной из которых я чуть не умер. По рассказу мамы меня привезли с операции. Я начал задыхаться, потом посинел, перестал дышать. Она сбегала за врачом, и когда они прибежали в палату, он схватил меня на руки и убежал в реанимационное отделение. А я видел сон. А может, и на самом деле это было. Я один захожу в подвал моего дома, а потом меня резко затягивает в одной из труб, которые там проходят, и я начинаю лететь по ней. Вокруг меня проносятся яркие серебристые звезды. А потом я вылетел из трубы и увидел перед собой подвальное окно, из которого вырывался столб солнечного света. Я начал вылазить наружу. А снаружи я увидел какой-то железобетонный забор, огороды, лес и небо. Все это было в сочных, светлых, золотистых тонах. А над забором парили золотые ангелы. Я уже практически вылез по поясу из окна, как меня внезапно всосало обратно в трубу. И я очнулся в палате. А рядом сидела мама. И вот, наконец-то, в июле я приехал домой. Тут же ко мне в гости повалили многие знакомые, парни и девчонки. И я почувствовал от такого внимания себя звездой. А в ноябре я уже праздновал свой день рождения. Один. Не считая мамы и ее подруги тети Наде, конечно. Та приехала меня поздравить. Иногда, правда, забегала Наташка, соседка со второго этажа, но очень редко. Порой батя начинал мне выговаривать. Вот, видишь, к тебе никто больше не заходит, потому что ты сам виноват. Надо было к друзьям лучше относиться. В чем тут был я виноват? Я искренне недоумевал. И почему ко мне больше никто не заходит тоже? А зимой моя школа, в которой я учился, отказалась обучать мне на дому, объяснив это тем, что у меня подмосковная прописка, а не московская. И вот прошел год моего сидения дома, за который я уже пару раз побывал в Гельмгольце. А ближе к августу мне родители заявили, что я поеду учиться в интернат для слепых и слабовидящих детей. Ведь, несмотря на мою травму, мне надо закончить школу. А мама добавила, ну, отучишься там годик, ну, а может два, и тебе вернут зрение, и пойдешь обратно к себе в школу. А на мой вопрос маме, почему мне сейчас не могут вернуть зрение, она ответила, ну, понимаешь, у тебя сейчас такой возраст, что организм формируется. Да и вообще, после всех операций, которые у тебя были, ему надо восстановиться. Так что пока ты будешь учиться год или два в этом интернате, организм сформируется и полностью отдохнет. И я ей поверил. И с нарастающей нервозностью стал ждать сентября и поездки в новую школу, где я, оказывается, буду жить пять дней, а на выходные приезжать домой. Когда первоход попадает в лагерь, то первый год своего заключения он живет домом, дышит воспоминаниями о доме и мечтает об освобождении. На второй год своего заключения он начинает только присматриваться к лагерю и его окружающим людям, а также разговаривать на их языке. И вот так, незаметно для себя, начинает втягиваться в лагерную жизнь и решает, кем ему тут быть и какую занять кастом. А на третий год своего заключения и весь оставшийся срок он живет и дышит лагерем. Народная мудрость Часть первая Седьмой класс Первая четверть Глава первая Приезд Понедельник и во вторник у отца не получилось отвезти меня в новую школу. Я уже даже с каким-то облегчением думал, что пропущу еще неделю. Но папа сказал, что завтра мы едем и у меня начался нервяк. А мама, видя мое состояние, добавила перед сном. Ну, съездишь на три дня, посмотришь, как там, а в пятницу папа тебя уже заберет. Ага, тебе бы так, думал я, ложась спать. Брат давно уже дрыхнет у противоположной стены, где стоит его кровать, а я ворочаюсь на диване и никак не могу уснуть. В голове крутятся одни и те же мысли. Как меня там встретят? Какие там будут пацаны и девчонки? И вообще, что это такое? Интернат. Я об этом даже не имею представления, потому что вспоминается прошлогодний сентябрь. Я вот так же валялся на диване только утром и слышал через открытую форточку, как первого сентября все идут в школу. Они о чем-то разговаривают, смеются. А я валялся на диване и думал, вот им всем не повезло. Снова каждый день будут ходить в школу, сидеть на уроках и дома делать домашнее задание. А я вот валяюсь на диване и никуда не иду. Еще целый год буду сидеть дома и отдыхать. А в следующем году мне вернут зрение. И я тоже, как они, сейчас пойду в свою старую школу. Я даже почувствовал над идущими под окном какое-то превосходство и, кажется, уснул. Но за год зрение мне не вернули. И теперь мне предстоит ехать в какой-то интернат и учиться там год или два, а потом операции. Но я не додумал свою мысль и заснул. Ну все, приехали, говорит весело батя, и мы выходим из машины. Он берет меня за руку, открывает скрипучую калитку, и мы входим на территорию интерната. До меня долетают какие-то непонятные отголоски с уроков, и, кажется, смех. Мы идем по асфальтовой дороге, которая немного приподнимается вверх. Я слышу, как по обеим сторонам от меня слегка раскачиваются деревья от теплого ветерка, а под ногами по асфальту шуршат сухие листья. Они как-то пронзительно-звонко скрижищат своими сухими пятернями по дороге. Пахнет прелой листвой, и я ощущаю на лице солнечный свет. А нервозность во мне все больше и больше начинает нарастать перед неизвестностью. Ступеньки, говорит мне отец, и я начинаю подыматься. Он открывает дверь, потом вторую, и мы заходим. «Ой, здравствуйте!» восклицает какая-то баба слева, по голосу лет пятидесяти. «Вы новенького к нам привезли?» «Здравствуйте!» говорит батя, и добавляет. «Ну да, вроде как». Я тоже невнятно здороваюсь и замолкаю. А баба неожиданно орет. «Татьяна Федоровна, к нам новенького привезли!» «Иду за ибанно!» Раздается визгливый крик из коридора, и в вестибюль цокая каблучками входит женщина. «Доброе утро!» начинает она сходу. «Меня зовут Татьяна Федоровна, я директор этой школы. Давайте с вами сейчас пройдем в медицинский кабинет, пусть они осмотрят мальчика. Вас как зовут? И тебя как?» «Я называю свое имя и отец свое имя и отчество, и мы с ним идем вслед за ней по коридору. Тут же в мои ноздри ударяет вонь пригорелых продуктов и общественного туалета. Мы заходим в кабинет медиков, и какая-то медсестра просит, чтобы я снял джинсовку и задрал футболку». А Татьяна Федоровна тем временем говорит отцу. «Ой, вы знаете, у нас очень хороший коллектив. Все педагоги высококвалифицированы для обучения незрячих детей. Никто и никогда у нас в школе из персонала не говорит слова «слепой» или «слепая». Только незрячие. А еще у нас все классы расположены на втором этаже, а на третьем спальне учащихся. Постельные принадлежности у нас меняются раз в две недели». Медсестра заканчивает осматривать мою голову и перебивает директрису. «Татьяна Федоровна, все в порядке». «А, ну отлично, Наталья Викторовна», говорит она и, глядя на отца, добавляет. «А еще у нас очень доброжелательные ребята. Они друг другу всегда и во всем помогают». Она хватает меня за руку и мы выходим из кабинета. «Ну все, Сергей Николаевич, вы можете идти, а я провожу». Татьяна Федоровна называет меня по имени. «Да его класса». Она чуть ли не рывком выхватывает у моего папы пакет с моими вещами. Как неожиданно кто-то кричит с дальнего конца коридора. «Татьяна Федоровна, а какого числа зарплата будет? Не мешайте мне». Держа меня за руку, визгливо орет она в ответ. «На у вас слепал привезли». «Нихуя себе, думаю я, вот это никто не говорит, тут слепой». Папа, походу, не меньше меня в ахуе. Он кладет мне руку на плечо и с какими-то заискивающими нотками посмеивается, говорит. «Ладно, давай пока, я пойду». «Ага, пап, давай-давай пока», отвечая я под визгливый голос директрисы. «До свидания, Сергей Николаевич, не волнуйтесь, все будет хорошо». И мы с ней начинаем подниматься на второй этаж. Она у меня что-то спрашивает, я отвечаю, мы с ней подходим к кабинету. Директриса рывком открывает дверь, мы заходим в класс. «Здрасте, Альбина Андреевна и ребята!» улыбаясь, говорит она. Класс встает из-за парта, здоровается, а та продолжает. «Итак, ребята, познакомьтесь, это...» она называет мое имя, фамилию. «Теперь он будет учиться у вас в классе». Все молча садятся. А я начинаю чувствовать себя какой-то экзотической зверушкой в зоопарке. Все на меня смотрят и молчат от удивления. Директриса оглядывает класс и неожиданно визгливо кричит. Я аж от неожиданности вздрагиваю. «Руслан, не смей его трогать, он слепой, ты понял меня?» «Ага», – отвечает какой-то чувак пискалявым голосом. «Охуеть», – мелькает у меня мысль. И это доброжелательные ребята. А Татьяна Федоровна подводит меня к столу и говорит. «Лот, садись на первую парту». А потом сует мне пакет с моими вещами и уходит, цокая каблуками. У меня от всего случившегося настал какой-то ступор. Чего делать, чего говорить и вообще как себя вести? Я попросту не знал. «Лена, принеси», – говорит учительница мое имя. «Прибор и грифель». Какая-то девка встает из соседнего ряда парт, шарится в шкафу, а потом кладет мне на стол какую-то железную прямоугольную хуйню. И шило. Я это все щупаю и искренне недоумеваю. Нахера мне все это нужно? «Ой», – восклицает учительница. «Какой прибор плохой? Он же весь сломанный. Надо сходить к Нине Васильевне и взять целый». «У меня есть запасной», – отвечает эта Лена и кладет мне на стол такую же хуйню. Как впоследствии оказалось, на этом приборе слепые писали через ячейки, всунув в него плотный лист бумаги. А шилом называлось грифелем. Им через эти ячейки пробивали бумагу и получались наколотые точки в различных комбинациях, что, собственно, и составляло алфавит. Ну, а пальцы служили глазами, читая текст. И все это называлось «системой Брайля». Через некоторое время звонит звонок. Чувак с писклявым глазком, который сидит сзади меня, встает и куда-то уходит. А я остаюсь тупо сидеть. В глаз заходят какие-то девки. Они о чем-то разговаривают и несут полную ахинею, при этом рисуя на доске мелом. «Стрела любви полетела в сердце», — говорит одна. «А вторая стрела полетела в другое сердце», — говорит вторая. «Бля, куда я попал, думаю». Подтер двумя кулаками подбородок, слушая их трепотню. А потом начинаю обдумывать, чего бы спросить у этих девок, чтобы хоть как-то завязать разговор. Но в голову ничего не лезет, и я продолжаю сидеть молча. Снова звонит звонок, и приходит та же самая учительница Альбина Андреевна, которая преподает алгебру с геометрией. К концу урока у меня в голове возникает один единственный вопрос. Вот сейчас закончится урок по геометрии, и кто меня доведет до следующего класса? Снова звонит звонок на перемену, но, к моему удивлению, девчонки все так же остаются в классе и никуда не собираются уходить. Не найдя ничего умного, я обращаюсь к какой-то девке, кажется, ее зовут Ира. «Слушай, а у нас сейчас какой урок?» «История», — говорит она, и смеется, как пришибленная. «А он тоже будет в этом классе?» — удивленно спрашиваю я. «Ну да», — отвечает та. «А где же ему еще быть?» «Ну, вообще-то у меня в школе все уроки в разных классах были», — говорю. «А-а-а!» — тянет она и снова пришибленно смеется. «Это в массовых школах все ходят из класса в класс, а у нас учителя сами приходят к нам». «Нихера себе, думаю». Неожиданно в класс заходят какие-то три чувака и подходят ко мне. «Привет», — говорят они. «Ты новенький тут, да?» «Привет», — отвечаю. «Ну да». «А меня зовут Саша. И меня тоже Саша», — говорит второй. У меня Женя смеется третий гавкающим голосом. Как впоследствии оказалось, у первого Саши было погоняло Рашек из-за фамилии Рашектанов. Второго Саню уже в октябре я окрестил еврей. Не только из-за фамилии Ефренов, но и из-за того, что он был жутко жадным на спиртное, да и на хавку тоже. А вот третий парень по имени Женя стал моим крестником на следующий год в сентябре и получил погоняло Гав Гафыч, или коротко Гафыч, за то, что мы стояли с ним на улице и курили, а мимо шла местная девка, и он ей вслед заржал, как будто загавкала собака. Но это все будет потом. А пока что я называю свое имя, и они мне предлагают пройтись с ними по коридору. Я соглашаюсь и, взяв одного за руку, иду с ними. Мы выходим в коридор, который меня малость оглушает шумом орущих, голдящих и ржущих учеников. Первый вопрос, который мне задали – откуда я? А второй, который тут же последовал после моего ответа – какую музыку я слушаю? В паузе о музыке я задаю свой вопрос – о Руслане, который, оказывается, может меня тронуть и от которого воняет табаком, когда он заходит в класс. – А курить мне хочется зверски. – О, – отвечает мне еврей, – этот Руслан, ну как тебе сказать, очень плохой. – Ага, – подтверждает Гафыч, – он курит. – А вы курите, – интересуюсь я. – Нет, ты че? – они отвечают хором, и звонит звонок на урок. Они меня провожают до парта и уходят. Как оказалось, они учатся на класс старше меня. Я целый урок истории обдумывал, как бы мне обратиться к этому Руслану и сходить с ним покурить. И ничего не придумал, но со звонком с урока, пока он не убежал, поворачиваясь к нему и спрашивая – – Ты куришь? – Ну да, – отвечает он пискляво. – Пойдем покурим. – Пойдем? – с удивлением говорит он и подходит ко мне. Я беру его за руку, и мы идем на третий этаж и заходим в туалет. Там стоит целая толпа, все курят, о чем-то разговаривают и ржут. – У тебя есть сигареты? – спрашивает меня Руслан. – Не, нету. Я думал, у тебя есть, – отвечаю. – Ну ладно, сейчас стрельну, – ищет он. А на меня обрушиваются вопросы от пацанов, стоящих тут. Как зовут, из какой я школы, какую музыку я слушаю, и все оставшиеся перемены мы с Русланом, у которого, оказывается, погоняло Пыжик, ходим курить в сотый, то бишь так у них назван туалет. На мой вопрос, почему сотый, Пыжик мне пояснил, что раньше над входом висела табличка 100, которую кто-то сорвал в незапамятные времена. После обеда в столовке, которая находилась на первом этаже, где я выпил только компот, потому что после первой же ложки, не пойми какого супа, да и второго, я чуть не сблевал в тарелку. Ведь такой отравы я еще ни разу не ел в жизни. После обеда мы с Пыжиком идем на третий этаж в свою спальню на четверых человек под номером 6. Она расположена как раз рядом со входом на этаж. Руслан барским жестом предлагает мне выбрать любую из трех свободных кроватей. Я выбираю себе кровать возле окна, а у противоположной стены кровать Пыжика. Между кроватями около подоконника стоят две тумбочки. Теперь ближайшая стала моей. За спинкой моей кровати стоит еще одна тумбочка, а за ней кровать. И у другой стены так же. Я сажусь на свою кровать, и моя жопа проваливается вниз. Ну, пиздец, думаю. Ну и кровать. — Слушай, Руслан, — спрашиваю я. — А тут чего все кровати такие или только у меня? — Какие? — непонимающе переспрашивает он. — Ну, как у меня, что жопа проваливается. — Ну, такие же. Машет он рукой и поясняет. — Просто все эти кровати с панцирной сеткой советских времен. Так что от старости сетка и провисла. — Ага, — тяну я. Ну, тогда понятно. — А где остальные пацаны? Нас тут вроде четверо должно спать. — А, эти лохи! — восклицает Руслан. — Они еще не приехали. — Почему лохи? — интересуюсь я. — Ну, они не курят, не бухают, все боятся, — говорит он. — А ты, шабаш, бухаешь? — Я еще Руслану при первом курении в сотом сказал, что погоняло у меня шабаш. Ну, типа дали за безбашенность еще в старой школе. И теперь он меня называет по имени или по погоняло. — Конечно, бухаю, — отвечаю я. — Ну, тогда, если все получится, то вечером водки попьем. — Как? — недумываю я. — Да пацаны все купят, я уж деньгами скинулся. — Но я-то не скидывался. Да и вроде знаешь, как-то неудобно на халяву бухать, мнусье. — Да не переживай! — пищит он несформировавшимся голоском. В спальню открывается дверь, и заходит старая бабка. — Ой! — восклицает она. — Здравствуй, Русланчик! — Здрасте, Галина Семеновна! — отвечает тонн, и я тоже здороваюсь. — А у нас новенький мальчик! — продолжает она. — Ой, какой красивый! А я в класс захожу, и мне девочки говорят, что у нас новенький. Но ее возглас, что я красивый, я, кажется, немного краснею от удовольствия. А после расспросов, откуда я и где учился до интерната, она уходит. — Кто это? — недоуменно спрашиваю у Руслана. — Ах! — машет он рукой. — Это наша воспитательница. — Это что, как в детском саду, что ли? — Ну, типа этого, — смеется он. — А у каждого класса свои воспиталки, и после уроков они за нами следят до отбоя. Но и утром будет. — Пиздец! Куда я попал, — думаю я. И тут к нам заходит Рашик и предлагает погулять. Мы втроем гуляем на детской площадке, и я узнаю расписание школы. Утром нас будет воспитательница, и все идут на завтрак. Потом уроки и обед. В четыре часа полдник, а с пяти до семи вечера домашнее задание. Затем ужин. Но больше всего меня возмутило, что с первого по восьмой класс все должны ложиться полдевятого вечера. С восьмого по одиннадцатый — отбой в десять, а с одиннадцатого по двенадцатый — в одиннадцать. А еще с нами на ночь остаются ночные. Одна из них меня с отцом как раз и встретила в вестибюле или на вахте. На мой недумывающий вопрос — какой еще нахрен двенадцатый класс? А Рашик и Пыжик мне пояснили, что в массовых школах, то бишь в обычных, одиннадцать классов, а у них двенадцатилетка. Я слышу звонок из школы. — О, — говорит Рашик, — это звонок на полдник. И мы втроем идем в столовую. — Там мне Руслан приносит стакан молока и булочку. Я откусываю от булочки кусочек и реально понимаю, что тесто не пропеченное, потому что оно прилипло к моим зубам. — Не, спасибо, — говорю я Руслану. — Я это есть не буду. — Ну тогда пойдем погуляем, — отвечает Тоном, и, не дождавшись Рашика, снова идем на детскую площадку. На улице стоит жара, и мы по очереди качаемся на качелях. Качели — полный отпад. Это доска, на один конец которой садится человек, а на другой — второй. Я такие в детстве видел в Архангельске. Мы с Пыжиком курим стрелецкие сигаретки, которые он настрелял у пацанов, и втроем о чем-то разговариваем. А на домашнем задании Галина Семеновна, чем-то похожая на печку из мультика «Казнить нельзя». И начинает она у меня так ненавязчиво расспрашивать, как я учился в массовой школе, как я потерял зрение, какая у меня семья. О своих подвигах в школе я умалчиваю, а как потерял зрение и какая семья рассказываю, на что она в ответ начинает перечитать. «Ой, бедная твоя мама и папа, ой, бедная твоя бабушка и дедушка. У меня нет бабушки», — говорю я. «Ой», — плаксиво восклицает она, — «у меня тоже есть внучек и внучка, и живут они со мной. Я бы не пережила такое несчастье, если бы с моим Сашенькой такое случилось. Ой-ой-ой». «А где сын ваш?» — интересуюсь я. «Да с женой развелся и теперь живет с другой женщиной. А невестки дети оказались не нужны, вот и повесили их на меня, да на моего деда старого. А еще денег на все не хватает, и цены сейчас каждым дням все выше и выше. А вот при Советском Союзе... «Если бы вы, ребята, знали, как хорошо мы жили», — восклицает она и начинает рассказывать, как они жили при коммунизме. Я перестаю ее слушать и, подперев левой ладонью голову, думаю, «Блядь, и нахера ты это все нам рассказываешь?» Измечаю, как девки между собой подшушукивают и подхихикивают. А после ужина, на котором был какой-то холодный и слипшийся плов, я, Рашик и Пыжик снова гуляем на детской площадке. Я начинаю расспрашивать о девках в классе, и Пыжик начинает мне о них рассказывать, непререкаемым тоном. Рашик ему поддакивает. «Ну, Акулин, Наташка, красивая, я ее в четвертом классе любил, но мы с ней расстались». «Хм, — думаю я, — я в четвертом классе в Машку Русина был влюблен и в Юльку Сельхову. Но вот говорить с такой скорбью в голосе, по-моему, это пиздец». «Из-за чего?» — спрашиваю я. «Ну, — тянет он, — у нее переходный возраст начался, она вся в прыщиках стала». «Ага, — кивает головой Рашик, — она и сейчас вся прыщавая». И мы ржем. После смеха Пыжик продолжает. «Ирка Тонова толстая и альбиноска, но умная». «Это как альбиноска?» — не понимаю я. «Да у нее волосы белые, зрачки красные, как у вампира». «Нихуя себе только и говорю». А Руслан продолжает. «Динка Орламова?» Он задумывается на несколько секунд и пожимает плечами. «А хуй я знает какая». «Это точно?» — кивает головой Рашик. «Ни рыб, ни мясо». «Это как?» — спрашиваю я. «Ну, не знаю, как тебе объяснить», — машет рукой Руслан. «Сам, короче, увишь. А вот Олеська Дровина на морду так себе, а еще тормозная, мля». «Ха-ха, Руслан, ты про Пронькину забыл рассказать», — говорит Рашик. Рашик и смеется. «Да это вообще пиздец», — пищит Руслан. «Она страшная и вонючая. И это, кстати, она тебе прибор дала с грифелем». И они с Рашиком снова ржут. Я задаю Рашику вопрос о его девках в классе. Он на несколько секунд задумывается, потом отвечает. «Ну, знаешь». И начинает в воздухе махать руками, видимо, не находя слов, и заканчивает. «Короче, ты понял». «Ёбнутые, что ли?» — недоумевающе спрашиваю я. «Ну, наполовину, да. А Катька с Юлькой — это те», — поясняет он, — «что у тебя в классе на доске рисовали. Короче, заумные». «А, понятно». Киваю я головой и начинаю докуривать сигарету, которую мне оставил пыжик. Полдевятого вечера звонит звонок, и Руслан начинает разбирать кровать. «Это аж разбери», — советует он мне. «А то ночная даебаться может. А так часов десять с тобой ляжем». Я киваю головой и разбираю кровать. Рашик сидит с нами, и мы о чем-то болтаем. Около десяти к нам заходит какая-то бабка и говорит, что пора ложиться спать. При этом выгнав Рашика, который, пожелав нам спокойной ночи, уходит к себе в спальню. «Это кто?» — спрашиваю я и начинаю раздеваться. «Это ночная Валя или Валентина Николаевна», — отвечает Руслан, стягивая из себя дорогие спортивные штаны. «Есть еще Зойка, которая тебя с утра в вестибюле или на вахте встретила. Но самая говеная ночная — это Свекла или Светлана Степановна». «Почему?» — недумевающе спрашиваю я и ложусь в холодную постель. И тут же проваливаюсь всем телом вниз под скрип пружин. «Потому что ей всегда все не нравится, в том числе и мы. Ну, вернее, те, кто учится. Короче, она самая ебнутая из ночных». «А-а-а-а», — тяну я. «Тогда все понятно. А ты давно тут?» «Я?» — хмыкает Руслан. «С четвертого класса». «А с глазами у тебя что?» «Зрение маленько слабенькое, поэтому приходится в очках ходить. Но на самом деле меня сюда родители запихнули». Не дожидаясь моего следующего вопроса, он продолжает. «Меня в четвертом классе хотели на второй год оставить. Вот мы за это со старшим брата и Ромой ночью пошли и разбили все стекла в здании школы по всему второму этажу». «Нихуя себе, восклицовье!» «Ага», — кивает он головой. «Короче, там из сторожей какая-то старая бабка была и к нам побоялась выйти, а вызвала мусоров». «Ну, в общем, брат убежал, а меня поймали. Ну, типа, там детская комната милиция, еще чего-то. Короче, моя мама это все дело замела, а меня сюда сунула, чтоб под присмотром был. А вас чего в школе вытворяли?» Я задумываюсь на несколько секунд и начинаю ему рассказывать, как мы пиздили в школьной раздевалке куртки. Он тут же подхватывает тему и рассказывает, как это делали они с братом Ромой. Потом мы с ним разговариваем о наркотиках, о том, как и я тоже уже пробовал курить план. «А тебе сколько лет?» — интересуюсь я. «Мне двенадцать», — пищит он. «А тебе?» «А мне четырнадцать», — отвечаю. «И да, кстати, а почему тебя прозвали Пыжиком?» «Ну, знаешь», — тянет он, — «в каждом патроне есть пыш». «Ну да, да, знаю. У меня дедушка-охотник хмыкаю». «Ну и вот», — продолжает Руслан, «мы как-то у меня в щелкове семь с пацанами патрон разбирали, но что-то прилепилось ко мне, Пыжик да Пыжик». «А, тяну, понятно. Хотя почему все же ему дали погоняло Пыжик, я так и не понял». «А зрение тебе могут вернуть?» — неожиданно спрашивает он у меня. «Не могут, а вернут». Непререкаемым тоном отвечаю я. «Мама говорит, что надо подождать год, ну, может, два». «Тогда круто будет», — пищит Пыжик. «Мы тут с тобой таких дел натворим, а то тут нормальных пацанов практически нет. А в классе у нас вообще только я был. А теперь еще ты появился». «Не», — шмаркую я носом. «Как только мне вернут зрение, я сразу же отсюда уйду к себе в старую школу». Неожиданно дверь открывается и заходит парень. «Поезжай их», — говорит он полушепотом. «На, держи». Руслан вскакивает с кровати в одних трусах и, подойдя к парню, берет у него початую бутылку водки, которую тот достал из рукава куртки. «Поляк», — обращается Руслан к пацану, «дай еще пару сигарет». «Нету», — отвечает тот и пытается выйти. «Заебал, дай!» Тут же полушептам продолжает Руслан. Поляк мнется, потом вытаскивает пару сигарет и уходит. Напоследок, бросив штопыжик, ему еще должен их отдать на следующей неделе. Я встаю с кровати, и Руслан подходит ко мне и говорит. «Я ж тебе говорил, что мы сядь не бухнем!» Я лишь в ответ киваю головой. А про себя думаю. Вот бы нас кто-то сейчас увидел со стороны взрослых, он бы просто охуел. Стоят посреди комнаты два пацана, оба в трусах и футболках, и переминаются босыми ногами по ковролину. Одному двенадцать лет, а второму четырнадцать. И пьют из горла водку. «Ну че?» — говорит Пыжик. «Давай за встречу!» «Не», — отвечаю я так же полушепотом, «за знакомство». «А, точно!» — кивает он головой и делает глоток. Я беру бутылку и хочу сказать про закуску или запивку, но решаю промолчать, поскольку и он молчит. Тоже делаю пару глотков, и мы пускаем бутылку по кругу. «Ай, мало, суки, оставили!» — шепчет Пыжик. «Сколько?» «Да, чуть меньше полбутылки», — отвечает он на мой вопрос и снова протягивает мне. Бутылка как-то незаметно заканчивается, и мы, одевшись, идем в туалет. А там бутылка летит в окно. «Там за окном», — поясняет Руслан и закуривает сигарету. «Растет сирень. Так вот мы и все бутылки в нее кидаем. Они в ветвях цепляются, не падают. А когда весной снег спадет, то вся сирень бутылками из-под водки и пиво увешана. Я хмыкаю и начинаю докуривать за Пыжиком сигарету. У меня-то своих нет, так что приходится довольствоваться тем, что есть. Я добиваю бычок, бросаю его на пол и неожиданно за собой замечаю, что меня совсем не накрыла водка. «Водка, что ли, у них дерьмовая?» Думаю, я и плюю себе под ноги. Мы снова ложимся, и у меня начинается беспричинный смех с истерическими нотками. «Ты, блядь, че ржешь?» — также подхихикивая спрашивает Руслан. Но в ответ я только смеюсь, а через минут пять успокаиваюсь и отвечаю. «Ах, хер его знает. Просто че-то на ха-ха пробило». «Бывает», — соглашается он со мной, и наш разговор как-то плавно съехал на блатную тематику. «А ты, шабаш, знаешь, че такое стрелка?» — спрашивает Пыжик. «Конечно», — отвечаю я. «Это когда тебе ее забивают решить какие-нибудь вопросы или толпой на толпу пиздятся за территорию?» «Ага, точно», — соглашается он со мной. «А ты пиздился на стрелках?» «Да был один раз». «И я тоже». Пищит он, но, как и я, не вдаётся в подробности. «А ты знаешь, что такое этап?» — спрашивает теперь я. «Но это когда...» — тянет тон и заканчивает. «Ну, в общем, на зону гонит». «Точняк», — соглашаюсь я. «А паруса с блатного че значит?» — продолжает Руслан. Я задумываюсь и отвечаю. «Не знаю». Руслан смеётся и говорит в ответ. «Это семейные трусы». И без перехода задаёт следующий вопрос. «А ты с бабами трахался?» «Когда видел, да. А когда ослеп, нет. А ты с тёлками трахался?» «Конечно», — с неестественной бравадой говорит он. «А вообще, ты знаешь, у меня дядя сидел, а потом его застрелили». «Жалко, не чувствуя никакой жалости, говорю я». «Ага», — кивает он головой и полшёптом продолжает. «А ещё ворон в законе был». И начинает перечислять каких-то родственников с судимостями. Мне тоже не хочется от него отставать, я говорю. «А у меня дядя, по-моему, на линии неоднократно сидевший. А ещё сейчас он в Архангельске, криминальный авторитет». «О-о-о-о!» — тянет пыжик. «Круто!» «Ага», — соглашаюсь я с ним. Хотя на самом деле мой дядя — конченый алкаш. И со слов мамы ни дня не проработал. А всю жизнь жил и живёт за счёт баб, которые его поют, кормят и одевают. «И да, кстати!» — с какой-то усмешкой неожиданно шепчет пыжик. «А ты знаешь, как нашу школу тут все называют?» «Ну и как?» — спрашиваю я. «Бэшэдэ! Или шарага!» И он затихает в ожидании нового вопроса. И я его, конечно, задаю. «Ну, что значит шарага, я понимаю, типа шарашкиной конторы. А бэшэдэ что значит?» И пыжик с такой же ухмылкой мне отвечает. «А это значит, большевская школа дураков. Ну или дебилов». Я с полным недумением спрашиваю. «Почему дураков, дебилов почему?» «Да увидишь скоро!» — машет рукой Руслан и тихонечко смеётся. И потом мы с ним, поболтав ещё минут пятнадцать, оба засыпаем. Что ж, дорогие слушатели, вот таким получилось первое знакомство с человеком с ограниченными возможностями, но автора с возможностями неограниченными, Дмитрием Тороповым. Дмитрию огромное спасибо за предоставленный материал. Дальше только вам, слушателям, решать, будет ли у этого произведения продолжение. Конечно же, в написанном виде оно есть у Дмитрия, но выпускать против вашей воли не имею никакой возможности. Да и, честно сказать, без вашей поддержки здесь не обойтись. Если будет действительно много реакций, таких как лайки, комментарии, то будет смысл продолжать. В общем, если каждый не поленится, поддержит хотя бы просто лайком, в идеале ещё и комментарием, репостом, то дальше будем связываться с Дмитрием и просить продолжения этой истории. Она настоящая, правдивая. Весь вопрос в том, интересно ли это слушателю. Словом, напишите, что вам понравилось, что не понравилось. Возможно, вам знакомы места. Очень будет интересно почитать. Я увижу, отвечу на каждый комментарий. Это точно. Конечно же, если он будет на официальной площадке. Кстати, Дмитрий очень нуждается в редакторе. Может быть, не профессиональным, но хотя бы человеке, который сможет сесть вдумчиво прочитать. Если у кого-то есть возможность, и вы даже не профессионал, но просто хорошо разбираетесь в грамматике, то почитать, посмотреть его произведение и отредактировать. Помочь человеку. Я думаю, всем понятно, что слепому это делать тяжело, поэтому он нуждается в поддержке в этом роде. Само собой, это должно быть волонтёрское желание, потому что заплатить он не может. Контакты Дмитрия я также оставлю в описании. Если не разберётесь просто в комментариях, спросите, ответим. Что уж греха таить. Конечно же, и без финансовой поддержки также невозможно будет продолжать работу над этой историей. Поддержать это творчество очень просто. Банковский перевод на любую доступную для вас сумму по номеру телефона. Плюс 7 901 715 27 88. Плюс 7 901 715 27 88. Насбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Яндекс-банк или электронный кошелёк U-Money. Для тех, кто живёт за границей, также есть возможность поддержать. Абсолютно из любой точки мира через Бусти. Канал на Бусти называется Костя Суханов. Любой донат из любой точки мира, несмотря ни на какие санкции. Заранее огромное спасибо. В общем, давайте решать, будем продолжать или нет. Всё в ваших руках. Для вас первую главу произведения Дмитрия Торопова «Б. Ш. Д. С любовью и уважением». Читал актёр Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok